35-летнего мужчину убили в Елабуге в минувшие выходные. По предварительным данным, за несколько часов до трагедии потерпевший поссорился со своим приятелем. Мужчины не помирились, но договорились встретиться позже в установленном месте. Однако злоумышленник на встречу пришел не один, а с несколькими друзьями завязалась драка. Один из мужчин смертельно ранил потерпевшего, после чего вся компания скрылась с места происшествия. А раненый успел вызвать скорую помощь. В результате полученных телесных повреждений он скончился в больнице. По данному факту, Следственному органу Следственного комитета РФ Республики Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление личности злоумышленника. На улице Ершова автомобиль Шкода, двигаясь на высокой скорости, врезался в бок Мерседеса, который шел на разворот. Даже после удара Шкода не остановилась, а продолжив движение, снесла столб. По рассказу водителя Мерседеса, он едва успел начать движение на загоревшуюся зеленую стрелку и внезапно ощутил резкий удар, в ходе которого потерявшую управление на марку тут же развернуло. А вот Шкоде хватило скорости, чтобы даже после этого сильного удара заскочить на бордюр и снести там металлический столб. «Загорел, получается, зеленый сигнал светофора, разрешающий поворот, разворот налево, развернулся налево, все, решил ехать в обратном направлении, резкий удар и даже не видел, как бы то, что произошло в правую часть автомобиля, нас развернуло». Обращает на себя внимание, что столб, который снесла Шкода, сделан по так называемому евростандарту. Специальный мягкий сплав металла, способный погасить силу удара, как раз и рассчитан на такие вот случаи. Интересно, что на этом столбе было установлено целых три камеры видеонаблюдения. Впрочем, даже если они и не успели записать момент ДТП, полицейские без труда сумеют выявить нарушителя. «Очевидцы говорят, что автомобиль проезжал, ну я ехал на зеленый свет, тот летел на красный, и по автобусной линии, объезжая в те автомобили, которые остановились на светофор запрещающий, он объезжая их с правой стороны, просто хотел проскочить». Небольшие травмы получил один из пассажиров Шкоды. Если в дальнейшем все же подтвердится, что Шкода двигалась на красный, то водителю придется оплатить довольно крупную сумму, как за поврежденный столб, так и за разбитые видеокамеры. На проспекте Победы потерявший управление автомобиль Тойота перескочил высокий бордюр и вылетел на трамвайные пути. В салоне иномарки, кроме водителя, находился его сын. Несмотря на серьезные повреждения, которые получила машина, люди в ДТП не пострадали. «Я сзади шел передо мной, и опель стоял. Он получился как прямо шел, так и ушел на рельс, никуда не сворачивался со скоростью». При выезде со второстепенной дороги Тойота не свернула, как это предписывает знак, а покатилась прямо, не сбавляя скорости. Учитывая то, что водитель был трезвым, очевидцы предположили, что он мог уснуть за рулем. Однако в дальнейшем мужчина сам объяснил причину своей оплошности, которая и привела к потере контроля над автомобилем. «С левой полосы поехал, а тут автобус летит. Я что-то не успел вырулить, по газам дал и...» «Прямо, да, в итоге?» «Да». Выезд именно с этой второстепенной дороги в самом деле не слишком-то удобный. Все дело в том, что конструкции моста отчасти скрывают едущие по главной дороге автомобили. А вместо комфортной полосы для разгона машины сразу попадают на полосу для движения городского транспорта. Все это также создает определенные неудобства для автолюбителей. Два человека серьезно пострадали в результате столкновения, которое произошло на загородной дороге Казань-Боровое-Матюшино. «Восьмерка» на полном ходу врезалась в «Фольксваген», который пытался развернуться в противоположном направлении. Видимо, все произошло настолько внезапно, что водитель «Восьмерки» не успел даже как следует сбросить скорость. Сам он рассказал, что ехавший чуть впереди «Фольксваген» поначалу стал сворачивать вправо, лишь затем резко пошел на разворот. В итоге, даже выехав на встречную полосу, водитель «Восьмерки» не сумел избежать столкновения с «Иномаркой». «Я сзади не ехал, она справа пошла на эту сторону. Я начал ее обходить уже. Мне надо было прямо ехать. И резко она уже на черный разворот давалась. Резко. Незаметно. Я даже растерялся, ничего не смог сделать». Хазань-Боровый «Фольксваген» полагал, что причиной всему стало то, что второй участник ДТП не выбрал безопасную дистанцию. Интересно, что сама она не трецала того, что поначалу стала сворачивать направо, мотивирует и тем, что ей не хватило амплитуды для разворота. Однако, даже при наличии одной полосы для движения, она была обязана убедиться в безопасности совершаемого ей маневра. «На полметра даже, если я дала правее, и с включенным поворотником налево, не выходя из своей полосы, он, по идее, идти слева на обгон в разворачивающуюся машину, нелогично». В ходе этого ДТП пострадали сразу два пассажира-восьмерки. Это парень и девушка. Оба они получили серьезные травмы головы и были в экстренном порядке доставлены в больницу. 200 тысяч рублей пытается взыскать с водителя бетонной мешалки скрипачка театра имени Мусы Джалиля. В апреле этого года женщина попала под грузовик. Она получила лишь небольшие травмы, но вот дорогую скрипку не вернуть. А вот водитель бетонной мешалки перед пешеходным переходом остановиться не успел. На этом видео первые минуты после происшествия. Его сняли на камеры своих телефонов случайные очевидцы ДТП. «Все произошло на этом пешеходном переходе. Галина Маликова, скрипачка театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, переходила дорогу по пешеходной зепре. В какой-то момент ее сбила газель. Позже выяснилось, что газелист не виноват. В заднюю часть его автомобиля на полном ходу влетела бетонная мешалка. К счастью, травмы женщины оказались несущественными. Куда больше в результате аварии пострадал ее дорогой музыкальный инструмент». Скрипку Галина Маликова называет своей душой. Но кроме того, что это была милая сердцу вещь, разбитый инструмент был еще и основным источником дохода. «Скрипка оказалась мне близка практически с первых минут. Я ее знала, я ее понимала. Может быть, это очень пафосно звучит, но это действительно была моя душа». Любимая скрипка прослужила женщине более 30 лет. Однако сейчас остается невыясненным самый главный вопрос – на кого подавать в суд за причинение материального ущерба. Ведь скрипка восстановлению не подлежит. «Пока я лежала в больнице, муж понес тут же скрипку, чтобы отдать на ремонт сначала. Он сходил к мастеру, который в консерватории работает, он сказал, что скрипка восстановлению не подлежит. Он сказал, что легче, дословно он сказал, мне легче сделать новую скрипку, чем восстановить вашу скрипку. Там очень специфические такие поломы». Согласно закону, вред, причиненный здоровью или имуществу в ДТП, возмещается в рамках ОСАГО, а также может быть взыскан с водителя или его работодателя. Однако руководство транспортной организации не готово возмещать такой большой ущерб. «По договору у меня, вот этот мальчик работает, они потом вместе с ним общались. Мне никто лично больше потом с претензиями не звонил и не говорил. Он сам там уже дальше решал, говорит, я сам решу. Я просто в курсе была, что скрипка пострадала, но я же не знаю, сколько она стоит. Я просто попросила, говорю, мальчик молодой, говорю, у всех бывает, давайте как-то обоюдно все это, мы решим». На данный момент виновник аварии уже выплатил женщине 10 тысяч рублей, однако скрипачка намерена добиться полного возмещения ущерба.